привет ты олеся надеюсь у вас все хорошо и в этом видео хочу обратить ваше внимание на то что еще никогда не происходило с биткоином за всю его историю и также мы поговорим еще очень важные ошибки которые мы часто допускаем анализируя графики перед тем как мы это сделаем в двух словах то что я говорил в своей премиум группе я описывал некоторые уровни до которых мы можем дойти на коррекции мы уже до них до всех дошли и также я говорил что иногда волна c этой коррекции abc она может быть очень сильная она может гораздо глубже кольнуть чем допустимые уровни поддержки и по факту это точно то что произошло посмотрите биток улетел сильнее чем все уровни поддержки буквально вот пару дней назад и он такой резкой шпылькой опустился точно как 2016 году посмотрите 2016 году в августе я собственно ожидал что такого же похожего посмотрите какой был паттерн коррекция очень похожая коррекция в форме волны abc и волна c прошибла ниже чем все ожидали и также что я говорил своим подписчикам перед этим падением что мы должны быть аккуратны потому что волна abc продолжается и не надо ловить падающий нож волна c может растягиваться с уровня 41000 до уровня 31000 что сходится с уровнем 38 2 по фибоначчи на логарифме и то о чем я говорю давайте посмотрим на графике что вы здесь видите если мы отдаляемся что если вы возьмете сентябрьское дно и апрельский хай и накинете на сетку фибоначчи прямо вот отсюда до сюда вот что у вас получится оранжевая линия 38 2 это именно та линия на уровне 31 тысячи долларов от которой мы отскочили базируясь на логарифмическом графике то есть это значит что вы должны включить галочку здесь показывать уровни фибоначчи базируясь на логарифмической шкале как вы видите так что это все что мы сделали и видим что биток откатился точно до этого уровня даже немножечко прошил так что отлично все случилось прям так как мы ожидали отлично биток сходил протестировал 38 процентный фибоначчи проколол все поддержки и отскочил и прямо сейчас он удерживается выше 200 дневной скользящей средней и также вы наверное видите буквы на моем графике это по волновой теории элита это форма коррекции abc и вот что я говорил также своей премиум группе когда биткоин находился ниже 62 тысяч что я давал высокую вероятность ожидания того что мы увидим коррекцию abc на 45 40 тысяч или даже ниже так что вот вы видите что мое ожидание отыгралась мы увидели коррекцию а b и c и вот этот c очень сильно растянутая волна с резким проколом с шипом прямо на 38 2 по фибоначчи как можете видеть но перед тем как мы поговорим с вами об очень важные вещи которые еще никогда не происходило с биткоином я хочу также показать вам вот это 2016 году у нас был очень похожий паттерн посмотрите в 2016 году у нас была очень похожая коррекция abc внутри бычего рынка волна а потом волна b отскок и очень жесткая страшная наглая волна c вниз с проколом смотрите какой тенью и теперь самое главное многие люди сейчас уже практически все в чатах в комментариях думают что начался медвежий рынок это неправильно смотрите это очень опасно называть что-то медвежьим рынком просто потому что это упало на какую-то серьезную цифру многие ютуберы и многие аналитики говорят что все биткоин теперь находится в медвежьем рынке просто потому что он упал на 50 процентов они смотрят на цену биткоина и говорят окей раз он упал больше чем на 40 процентов то все это теперь медвежий рынок это неправильно я говорил с замечательной трейдером и аналитиком линдой рашки и она сказала вы не можете использовать случайные числа и по 25 процентов 30 40 процентов 50 процентов чтобы определить медвежий рынок эти числа такие как 50 процентов коррекции не означает что цена переходит в фазу медвежьего рынка давайте я вам покажу вот это в 2016 мы увидели 40 процентную коррекцию как видите цена биткоина упала на 40 процентов со своих хаев до лаев и давайте я вас спрошу был ли это медвежий рынок мог быть но по факту как вы видите цена биткоина продолжила ралли наверх и еще выше ближайшие месяцы и годы вот еще в семнадцатом году похожий пример посмотрите июнь 17 тоже цена биткоина очень похожим паттерном скорректировалась формате abc о коррекции классический паттерн волны эллиота но просто потому что она упала на 40 процентов означало ли это что мы в медвежьем рынке нет биткоин снова продолжил ралли еще выше и улетел с 2000 на 20 4000 8000 и до до и до 19000 так что ребята моя точка зрения такая что очень опасно использовать эти случайные числа 30 40 50 процентов чтобы определять медвежий рынок это неправильно это не так как вы должны определять медвежий рынок я делаю сейчас для вас специальное видео ближайшие дни его публикую и она вам покажет о том как определить что начался медвежий рынок очень простым способом так что ребята ждите это видео я очень скоро его публикую как определить что начался медвежий рынок но чтобы определить как начался медвежий рынок уж точно не надо иметь дело со случайными числами и просто буду откровенность с вами, я пока не вижу никакой уверенности в том, что мы попали в медвежий рынок по биткоину. У биткоина просто отличная коррекция в форме ABC, которую мы ожидали, с более резким выпадом волны С, и мы удержали 38,2 по FIBA, отскочили сильно от этого уровня, и прямо сейчас удерживаем 200-дневную скользящую среднюю. Но есть одна вещь, ребята, которая не происходила никогда еще с графиком биткоина, и это то, что сейчас происходит на индикаторе MACD. Посмотрите здесь, посмотрите на MACD. MACD упал на исторический минимум. Мы никогда еще не видели MACD на столь низком уровне за всю историю цены биткоина. Вы можете посмотреть назад, насколько хотите отдалиться, вы не найдете таких низких значений по MACD. Посмотрите на это. Это куда упал в биткоин MACD сейчас, на минус 4000. Никогда такого не было еще в истории биткоина, такого экстремального дна. Нигде она так низко не падала. Вы можете вернуться и посмотреть всю историю с 2012-2013 года. Вы нигде не найдете, чтобы MACD так низко уходила. Даже в 2015 году, например, где она падала сильно, но не так. Так что, то, что мы сейчас видим, то, что нам показывает MACD сейчас, находясь на исторических минимумах, это то, что цена биткоина потенциально экстремально перепродана, очень перепродана. И по факту единственное время, когда мы видели что-то подобное, настолько перепроданный уровень по MACD, это возможно было на фондовом рынке в марте прошлого года, на S&P, на графике S&P 500. Посмотрите, когда была паническая распродажа ковида, коронадамп так называемый, мы видим, что MACD уходила на исторические лови в минус 200. И посмотрите, это дно на дневном графике, это было историческое дно. MACD больше никогда и до этого никогда так низко не опускалась. Как вы видите здесь, посмотрите, где было MACD. Минус 230, по-моему. Никогда так низко мы не были. И что это было? Что это значит? Когда MACD пробивает все поддержки и уходит так низко, к таким низким уровням, как это было в 2020 году, это показывает вам, что цена на самом деле очень перепродана. Но я хочу сделать дисклеймер, что если даже что-то показывает, что оно очень перепродано, это не значит наверняка, что это уже точно дно. Это просто... Здесь да, было так, что посмотрите, цена была очень перепродана и MACD тоже была очень перепродана. Но это заняло какое-то время, чтобы цена нашла дно и отскочила. Так что еще раз говорю, то, что перепродано дико по индикаторам, это еще не значит наверняка, что это уже дно. Но вероятность очень сильно смещается в нашу сторону. Но мы должны дождаться аптренда и разворотной формации. Вот то, что мы видим сейчас по биткоину. MACD опустилась невероятно низко на исторические минимумы. Никогда раньше мы не были на минус 4 тысячи. Но это не означает, что что-то перепроданное, что значит цена нашла дно. Нет. Надо подождать. Когда цена доходит до дна, это процесс. Мы должны быть терпеливы и дождаться подтверждения разворота. Но это хорошая вещь. Это очень хорошая вещь, что биткоин отскакивает от уровня 38 по FIBA и удерживается выше двухсотый дневный скользящий средний. Но помните, мы пока еще не видим аптренда. Мы должны подождать, чтобы увидеть повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы, быть терпеливыми и дождаться аптренда. Вот такая вот тема, ребята. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, обязательно подпишитесь на Олеся Орастане на английском и также на CryptoCommons, если вы еще этого не сделали, чтобы получать этот контент максимально быстро. Всем профита. Субтитры сделал DimaTorzok